МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня их называют одним из лучших рок-коллективов тех лет, который оказал большое влияние на современное поколение рок-музыкантов. Итак, в гостях у программы, рожденной в СССР сегодня, группа Альянс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Солнце свет И сердце звук Робкий взгляд И сила рук, звёздный час Моей мечты в небесах. 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 Группа «Альянс» была образована в 1981 году по инициативе экс-гитариста группы «Зодиак» Сергея Володина. А в 1984 году вышел первый магнит-альбом группы «Я медленно учился жить». Но из-за гонений на рок-ансамбле «Альянс» прекратил своё существование. В 1986 году группа возродилась и вступила в Московскую рок-лабораторию. Спустя год «Альянс» стал лауреатом первого рок-лабораторского фестиваля «Надежд». Именно тогда раскрылся талант Игоря Журавлёва как вокалиста и Олега Поростаева как композитора и аранжировщика. В 1990 году к группе присоединилась певица Инна Желанная, совместно с которой был записан альбом «Сделано в белом». Группа неоднократно участвовала в программе «50 на 50» и на фестивале «Звуковая дорожка». Через два года певица покинула группу, и «Альянс» на время прекратил своё существование. Тем не менее, пластинка «Сделано в белом» на конкурсе «Мидем-93» во Франции была названа европейскими продюсерами лучшей пластинкой в Европе в стиле «Волк-мюзик» этого года. «Альянс» к тому времени уже не существовал, но был собран для гастролей по Европе. В 2000 году Игорь Журавлёв с новыми песнями появился в проекте «Кати Бочаровой Р-200». С 2008 года «Альянс» регулярно даёт концерты в московских клубах, порой в разном составе, основу которого составляют музыканты Игорь Журавлёв и Андрей Туманов. Итак, Игорь Журавлёв и Андрей Туманов, как и, боюсь сказать, сколько лет назад, снова вместе в ностальгической студии программы «Рождённые в СССР». Легенды рок-музыки, которые привлекли к себе уже, я думаю, привлекали за этот период времени огромное количество музыкантов, молодых совсем, о чём свидетельствует ударник сегодня, молодой, привлечённый в коллектив, да? Да. Представьте оставшихся, кроме вас, двоих прекрасных мэтров. Кто ещё с вами сегодня? Слава Зиновский на клавишах. Так, добрый вечер, Слава. Тоже участник Р-200, кстати говоря. Там познакомиться? Да, там мы знакомы вас, Катя Бочарова. А это мой сын Митя Журавлёв. Митя, добрый вечер. Добрый вечер. Понятно, почему привлекаются молодые. Преемственность поколения, друзья мои, это называется, если уж так грубо. Если мне было интересно, я бы не играл. Интересно, слышно сейчас, что Митя говорит или нет? Очень плохо слышно, Митя. Либо в микрофон, либо упасть отцу на грудь, у него тут петля есть. Можно вот в петличку говорить. Митя говорит, если бы не было ему интересно, это по-настоящему, то никакие бы родственные связи не определили, да? Нет. Приход в этот коллектив. Ну хорошо, давайте исполним традицию. В начале программы у нас гости о чём-то спрашивают, я уже говорил, да, до эфира. Задают какой-нибудь вопрос зрительской аудитории. Ностальгический вопрос. О чём спросим? Мы долго думали, о чём спросить, и ничего лучшего не придумали, как спросить вас, уважаемые телезрители, как в простонародье называлась 100-рублёвая купюра и 50-рублёвая купюра. Не думаю, что это сложный вопрос, но тем не менее. С одной стороны, не сложно, а с другой стороны, мне кажется, они настолько там колоритно-разноцветные, что сразу вот так одну краску развали. Ну и какого цвета можно добавить, какого цвета. А, да-да-да, я про цвет всё. Мы просто, я проболкался. Итак, а как в простонародье назывался? 50, да? 50 и 100. 50 и 100, и какого они были цвета? Спрашивает богатый коллектив группа «Альянс», присущая ко мне сегодня в студию, поскольку, видимо, полтинничков из сотенных купюр в руках было у коллектива достаточно много в те времена. Может, в ресторане работали, не знаю. Ну, у Игоря была практика работы в ресторане, да, какое-то время? Да. Была тоже, Андрей, не было, да? Нет. Вот в чём вы разные. Да. То есть, кто-то в кабаке поработал, школу-ресторанную получил, чего ты так рукой на него махнул? Кончен кабацкий. Ничего не кончен, я уже ушёл. Ну, там же недолго ты проработал, насколько я знаю. Два с половиной года. Два с половиной года, да? Может, три даже, не знаю, не помню точно. То есть, не понравилось? А кем геодезистом до этого был? Или кем? Геодезистом был. Геодезистом тоже был? Я совмещал работу в геодезии? Я сейчас работаю в геодезии. Серьёзно? Да. То есть, продолжается, да, это всё? Да, привет, СМКС всем. Пошёл к тебе отдельно. Ничего себе. То есть, музыка по-прежнему идёт всё-таки вторым планом в жизни, да? Ну, а что делать? Музыка нас не кормит. Ну, когда ты же кормила? Ну, когда кормила, когда это был как свежий воздух в условиях Советского Союза. В условиях того, что на фоне вокально-инструментальных ансамблей мы, конечно, были очень свежие. А сейчас слишком долго нас не было. И сейчас, не знаю, в общем, мы не можем похвастаться популярностью в нашей стране. Ну, сейчас просто кайф, да, вот так взять, собраться вместе, поиграть для себя, для души, да? Да, да. Нет, у вас вообще-то были хорошие концерты в «Ют-Спейс». Ну, да, были вот какие-то концерты. 33 года? Да, 33 года мы отметили в «ЦДХА», в «Ют-Спейс» у нас был концерт. Потом 30 лет в «Рок-лаборатории» был такой небольшой фестиваль, тоже в «Ют-Спейс». Ну, как бы так вот, что-то вот как происходит раз в два месяца. Ну, иногда, да. Получается тряхнуть стариной, да? Да. Нет, все будет, нужны информационные формы, чтобы писать песни. Жаль, на микрофон парню не повесили, я очень переживаю. Я потом скажу. Может, я поменяю с ним? Так мне нужно поменяться вообще местами, на барабаны сесть тогда, а уже взять гитару. Кстати говоря, у Митя есть своя группа, он играет там на гитаре, а я вообще музыки на барабанах начинал. Ага, Митя, а тебя ждем со своей группы, тогда я обещаю, что петля у тебя будет у первого здесь. Хорошо? Ну, мы сделаем так, чтобы мы повернем в ту музыку, в прошлого. Все равно, мне кажется, ты рос на той музыке, которую папа хорошо знает, как мне кажется. Ну, конечно. Да? А вы на какой музыке росли? Изначально? Да, изначально. Бутлы, Роллинги, Шокенблю. Потом пошла новая волна, да? Нет, не сразу. Потом пошел Deep Purple, Влад Дзеппелен, Юрай Хип, Назарет. А потом немного диско, диско, и сразу в New Wave. То есть потом уже возник тюраторан, да? В 81-м году, в New Wave. Ага. Ну, давайте к истории группы мы подойдем через какое-то время. Я хочу вам показать, как звучала та композиция классическая, с которой начала сегодня выступление своей группы Альянс Вобстудии, несколько десятилетий назад. Давайте посмотрим. Рожденная в СССР группа Альянс у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Не случайно мы еще раз вам включили на заре совсем молодых Альянсов. Совсем других, как мне кажется, показали музыкантов тогда. На самом деле не совсем других, но когда смотришь на себя тех, кажется, что совсем другой мир и другие люди были там, да, Андрюш? Борис из Москвы. Борис, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, уважаемые участники группы Альянс. Я впервые с вашей группой познакомился в 87-м году, услышал вас в молодежном канале. Была такая передача радиостанции «Юность». По третьей программе «Союзного радио» передавалась. Но отвечая на ваш вопрос, хочется сказать, стольник назывался 100 рублей. 100-рублевая купюра называлась стольником. И была, если мне память не изменяет, такого коричневого цвета. Ну, а 50-рублевая купюра «Полтинник» и такого фиолетового цвета, по-моему, было, если мне память не изменяет. Спасибо. А что бы вы спросили сегодня Альянс? Вот спустя столько времени вы не видели со времен радиостанции «Юность», да, вы говорите? Да, это 87-й год был. Впервые услышал там эту группу. Но хотелось бы спросить о дальнейших творческих планов. Оригинальный вопрос. Ну, вот Митяй некоторое время назад начал говорить про творческие планы, что они обязательно будут актива. Но Митя без петлички сегодня. А папа говорит о творческих планах не столь обнадеживающий, как сын. Поэтому он осторожничает просто, как человек, рожденный в СССР. Как мне кажется, да? Или есть такое? Ну, я более, скажем, пессимистичен, чем мы... Чем та молодежь сзади сидящая. Да, чем Митенька. Ну, Митя все впереди, а у нас тоже многое позади и впереди. Ну, надеемся, что все-таки какой-то произойдет. Ну, степ-бай-степ. Шаг за шагом мы все-таки аудиторию пытаемся расширить. Давайте мы сейчас далеко очень заглядывать не будем. Впереди вот буквально через несколько секунд произойдет здесь вот живое общение с вами и живой, ну, вот такой небольшой концерт в студии программы «Рожденные в СССР». Да, дайте огня сейчас. Да, давайте дайте огня. Давайте дадим огня. Давайте. 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 Мы идем по земле так медленно, так скованно. Наши мысли от всех отрезаны, оторваны. Дайте воды, дайте огня. Мы станем чище, мы знаем слова. Мы хотим различать, где тайная, где явная. Мы хотим различать, где чистое, где грязное. Дайте воды, дайте огня. Мы станем чище, мы знаем слова. Дайте воды, дайте огня. Мы станем чище, мы знаем слова. Дайте огня. Дайте огня. Мы сумеем спастись от ропости, от слабости. И найти, наконец, путь к вечности и радости. Дайте воды, дайте огня. Мы станем чище, мы знаем слова. Мы станем чище, мы знаем слова. Дайте воды, дайте огня. Мы станем чище, мы знаем слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Группа Альянс у меня сегодня в гостях. Прямой эфир 617-5197. Вы можете, конечно, и про музыку спрашивать, но вначале мы вас про деньги, почему-то спросили, про 50 и про 100 рублей, как в простонародье это называлось, ну и какого цвета были купюры. Может, именно эти купюры получат в подарок победитель. А от группы Альянса эти сабы, конечно, захватили они по 50 и по 100 рублей того советского периода. 617-5197. Несколько вопросов от телезрителей, которые не будут дозваниваться, решили в интернете вас о чем-то спрашивать. Сейчас все платно, сейчас сложно пробиться, и об этом хорошо знает ваш молодой музыкант. А тогда ведь можно было пробиться и задаром, да? Да. Что было задаром тогда? Репетиционная база имеется в виду? Да, задаром было все. Все вообще? Все. Ну, мы, смотрите, вот, читайте, два альбома записали задаром. Репетировали мы задаром. Значит, по радио... Нам баш-набаш, наверное, какой-то был. По радио нас крутили по телевизору, нас крутили все задаром. Ага. И, как бы, какой баш-набаш, ну, и что это? Ну, я имею в виду, допустим, если ты репетируешь в каком-то ДК, то ты в этом ДК должен выступить хотя бы? Нет, ну, в таком смысле, да. Хотя бы такой бартер был, да? Ну, конечно. Почему же нет? Вернуть бы золотые времена, да, Мит, сейчас? Да, вот тогда, кстати говоря, была отлично. Вот такая плата, как это, бартер, да? Да, да, да. Как называется. О, мне кажется, это очень-очень хорошо. Вернемся к вопросам в интернете, пока послушаем зрителей из Москвы. Эдуард, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард, слушаем вас. Только сейчас узнал, что вы играли в группе «Аракс». Да это вообще супер-группа? Нет. Хотел бы сказать, восхищаясь вашим голосом, Гилланд, наверное, отдыхает? Нет, Гилланд бодрствует. Во-первых, Гилланд отдыхает, конечно, когда поет. Да, но перестаньте. А кто в «Аракс»-то играл? Хочу спросить вас, никогда вам не присуждали лучший голос? Нет. Обидно, обидно. Спасибо, господи. Эдуард, спасибо вам за лестные слова. Спасибо. А следующий звонок из Московской области. Екатерина на прямой связи с нами, да, Екатерина? Да. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так здорово послушать в прямом эфире. Мы сегодня с мужем, днем слушали на виниловой пластинке. Глава, это самое, Альянс, НРГ. Так здорово, сейчас вот слушаем вечером. Классно так, вообще отлично. Ну как, звучание изменилось со времен того винила? Ну, время все-таки прошло, конечно. Но все классно, отлично, здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам большое за теплые слова. Так интересно, что сегодня днем, я надеюсь, что это случайно произошло. Вы слушаете винил Альянса. Вообще, что вы слушаете винил днем, уже само по себе любопытно. Винил Альянса, это вдвоем не любопытно. Ну и наверняка композицию «Дайте огня» вы слушали тоже сегодня. Вот в том исполнении, которое сейчас я хочу вам показать в видеоверсии. Попозже мы проанализируем, мы в конце подведем итог относительно. Мы сейчас уже гадаем, ответите вы правильно сегодня на вопрос или нет. Как называли, 100 рублей и 50 в простонародье. И какого цвета? И какого цвета эти купюры были, да. Пока правильного ответа не прозвучало, да, скажем так. Ну, из четырех, как бы, как то и другое, какого цвета одно было угадано. Одно было угадано, верно. Хорошо, договорились. Есть еще полчаса времени, 617, 5197. Не только про деньги, но и любые вопросы коллективу, которые вы, оказывается, слушаете днем на виниле, можно адресовать сейчас. Что поем? Песня называется «Солнце на небе». Она написана в 90-х годах, но никакой альбом не входило. Мы ее условно называем новой. Хотя она, конечно, уже давно не новая. «Солнце на небе». «Солнце на небе». Почему-то грустно, грустно, грустно. Почему не кайф? Кончилась капуста, пусто, пусто. Вот такая лайф. Так и не узнали, не встали, проспали. А отчего секрет? Так и не упали, сидели в подвале. В результате нет. Солнце на небе, звезды на небе. Солнце на небе. Солнце на небе. Звезды на небе. Это всё не просто, просто, просто Это всё бурга Не хватило роста и упогоста Старая льга А на пересылке пустые могилки Некому лечь Прямо от бутылки Не дойдя развилки Попадёшь в печь Солнце на небе Звёзды на небе Солнце на небе Солнце на небе Звёзды на небе Окрест на земле Звёзды на небе Звёзды на небе Солнце на небе Солнце на небе Звёзды на небе Окрест на небе Окрест на земле Звёзды на небе 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 Окрест на небе Окрест на земле эфире. 25 минут мы с вами еще будем. Интересно, есть какой-нибудь регион сейчас, который смотрит нас и у кого солнце на небе? В Москве сейчас просто ночью уже приближается такая, глубокая снежок идет, но я думаю, что в Америке, если вы нас сейчас смотрите, то наверняка солнце на небе еще есть. 617, 51, 97. У нас звезды на небе. У нас звезды на небе, да, зато это, в общем, не хуже. Я вам сегодня говорил уже о возрождении неоднократном, сравнивал даже спецфеникс группу Альянс. Я думаю, что одним из таких вот моментов возрождения, это знакомство и сотрудничество с иной желанной, да? Свой период времени. Тоже один из таких новых моментов. Поворотных. Поворотных, да? Давайте посмотрим... Я бы назвал условно вправо. Вправо? Вправо, конечно. Крепостное причем. Давайте сейчас в тот период крепостного права ненадолго ностальгически повернемся, а третий сюжет потом вернемся. Я уже по дороге, я уже ухожу На дедрежном пороге Я тебя подожду И со мной ничего не случится А как только закрылись двери, но за мной Но ты выросли, крылья у меня Разведенной Не смотри, ты их так не увидишь Выше, выше, до синего неба Дальше, дальше, до белого облака Выше, выше, до синего неба Дальше, 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 дальше Рожденные в СССР Рожденные в СССР группы Альянс И поворотный момент группы Альянс Мы вспоминаем сейчас Знакомство с певицей Инной Желанной Начало 90-х годов Мы сейчас пытались определить время Может быть даже 90-й год И отец узнал Себе сына сейчас Увидел, да? Схожесть Я себя увидел И Сын мой похож на меня Вот того вот Мить, не грусти Все будет нормально Все будет хорошо Папа просто был молодец На тебя похож Или ты сейчас похож на папу Когда был молодец И это хорошо, да Для всех хорошо, на самом деле Что касается Инной Желанной Сразу привлекла девушка внимание Да Как только появилась в коллективе Сделана в белом, да, по-моему, вышел тогда у вас альбом? Ну Чуть позже Ну да, она появилась Мы стали работать Четыре песни записаны с ней были Четыре с ней И все остальное с нами Ну, наше, альянсовское Мы также еще не разделяли Так сказать, Инной Желанной И альянс там Вот как-то было не принято Ну, принято, но уже Там вот Было принято, допустим Владимир Кузьмин И группа Динамик Ну да Ну, как-то у нас это было не принято Там Поль Маккартни и группа Битлес Ну, это как-то смешно, по-моему Ну, конечно На тот момент просто пришла Один из участников группы, да? Инна Желанная Которая привнесла просто свой колорит в группу, да? Да Или там какая-нибудь Маришка И группа Шокенблюр Не помню, как ее зовут Маришка, да А Юрий из Тульской области Вернемся к разговору Юрий, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте, участники группы Альянс Здравствуйте, что ты послышал Мне хотелось бы вам задать вопрос У вас выходила пластинка Мейден Вайт Сделана в белом Они взяли у вас услышать Может, будет ли продолжение Этого пластинки Есть ли у вас материал, чтобы сделать Другую пластинку Может быть, в таком же стиле Спасибо большое Мне кажется, Игорь Журавлев Выразил удивление сейчас Нет Это ангаловские пироды Ну, я думаю, что мы уже Вот сделали Этот альбом Сделан в белом Мы столько в него вложили Что Продолжение Оно Дело в том, что Ну Я могу Считать, что Мы одни из тех Одни из создателей Стиля World Music Да Вот Ну, то есть Мы вот этот маховик завели Там, после нас появились Там, я не знаю Там Кострома Кострома Там, Пелагея И так далее То есть целая плеяда Коллективов Которые вот Этномузыка пошла Да Причем не чисто Этномузыка А именно вот В таком вот Варианте Ну, в адаптированном Да Вот мы Я придумал для У нас Потом для желанной Когда мы вместе работали Фолк Фолк Поп Фанк Вот То есть Как бы Такое вот Название И Ну, не знаю Стоит ли Как-то В один прекрасный момент Я вдруг понял Что вот Ну, все Все сделано И меня развернуло Опять в новую романтику То есть Ну, на каком-то новом этапе Вот То, что мы сейчас сделаем Я отношу все равно как бы К романтике Вот Не знаю То ли соскучились Я соскучился Не знаю В общем Ну, может быть Наверняка Так оно и есть А Фолк сейчас много И хорошо Сейчас уже Да По тем временам Фестивали какие огромные проходят Вот Причем там настоящие ребята Которые там По-серьезному Ездят в экспедиции Там Ну Мы-то как-то Ну Все-таки Из Из Другого теста Ну, из другого теста Просто был определенный этап В жизни Да Определенная страница Скажем так Это были опыты Были такие Да, на мой взгляд Сделаны в белом Это опыты Мне кажется Вполне удачные А чем дальше слушают альбом Чем больше он мне нравится Да и тогда Это уже была веха Признана на международном уровне Да Да, да Конечно Париж И на желанное было у меня Некоторое время назад Мы, конечно, говорили Про группу Альянса И про то Почему певица Покинула коллектив Фрагмент из интервью Прямо сейчас Музыканты альянса С вами расстались навсегда? Я рассталась Ну, думаю То есть инициатива ваша Да, в разрыв этом была Да А почему вы с Фрагментом Расстались сегодня? Если не секрет, конечно Не, ну это не секрет Но просто С альянсом, как вы сказали Правильно С альянсом мы Были вместе с 89-го года И в 94-м году Когда я собрала Уже сольный свой проект Туда вошли те же самые музыканты По крайней мере Основной состав баса и гитара За 10 лет Начиная вот с 94-го Сольного Этого проекта У нас сменилось 12 барабанщиков Утечка кадров Среди барабанщиков Это глобальная проблема Я вам скажу Какая текучка? Текучка страшная В рук музыке Что еще сказать? Ну, человеческий фактор Время, время 10 лет большой срок Не сошлись с характерами? Ну, я не замужем Слава Богу За ними была Не в характерах дело А просто Ну, тяжело Мы действительно Очень много ездили Иной раз По полтора-два месяца Друг у друга На глазах Будучи, в общем-то Неродными людьми Иной раз И семьи не выдерживают Такого А тут, в общем Пять мужиков И одна Я такая И одна хрупкая Инна Желанная Среди них Прослушиваю зала Там у нас же интересно было Прослушал все Да Мы сейчас В репертуаре Просто делали Некоторую расстановочку И вспоминали купюры Опять-таки Цвета какого Сотня И пятьдесят рублей Видимо у вас Может быть в кошельках Не водились такие деньги Друзья мои Если вы сегодня Не хотите откликнуться И рассказать Как их в народе называли Либо уже согласны С тем ответом Который прозвучал Что касается Инны сегодня На сегодня Вот цитата Из интернета У Желанной Остался всего один Единомышленник Бас-гитарист Альянса Сергей Калачев Журавлев пока Играет с нами Но он очень Увлекся модной музыкой Мне это не нравится Говорит Инна При этом Журавлев Как человек Очень талантливый Вносит иногда Такие краски Такие звуки Что нам будет сложно Без него обойтись Это видимо Несколько лет назад Было сказано Наверное Приятно слышать Что поем? Старую песню Но тоже назовем ее Новую Поскольку в альбом Она никуда не входила Но звучала кстати Ступень Парнаса Была такая передача По-моему Это еще был Советский Союз Скорее всего да Татьяна Веденеева Ведущая Ну тем более Тогда уж точно Советский Союз Да Вот оттуда Давайте Этот мир Ослепительный звезд Мерцал в окне Этот город Мне словно чужой Заставлял мое сердце Молчать Ночь сомнения Ночь сомнения Ночь сомнения Я так долго искал Этот свет Плестая сны Только ветер По-прежнему пел Что все еще Ночь Все еще Ночь сомнения Ночь сомнения Ночь сомнения Ночь сомнения Прикосновение к истине, очищение тайны, сверь. Прикосновение к истине, очищение тайны, сверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ночь сомнения 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 Играет музыка 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 Продолжение следует...